Всем привет! Меня зовут Владимир. Сегодня я вспомню, что такое циклы, что такое массивы и, в принципе, как они работают. Значит, начнем с циклов. Есть у нас три цикла. В C++ это цикл for, цикл while и третий цикл to while. Отличие очень простое. В цикл for мы заранее можем заложить какое-то условие. Например, прогнать этот цикл ровно 10 раз. Или прогнать этот цикл, пока какое-то значение не будет подходить под какое-то условие. Сейчас покажу это на примере. В цикле while мы сначала проверяем условия, потом, если условие выполняется, значит прогоняем цикл и возвращаемся к началу и снова проверяем условия. Цикл do while сначала выполняет цикл первый раз, потом проверяет условия, потом выполняет его второй, третий раз и так далее до тех пор, пока условие верно. Итак, как это работает? Я создал новый проект, в котором определил переменную while, в круглых скобках обозначил ее как ноль и определил переменную sum. Значит, в значение в переменную while мы будем записывать то, что пользователь вводит клавиатуру, в переменную sum будем записывать сумму. Инициализируем переменные с значением ноль и пишем условия прекращения цикла. Надо ввести минус что-то, какое-то отрицательное число. Здесь цикл while. Значит, сначала мы проверяем, есть ли значение while больше либо равно нулю. Поскольку оно инициализировано нулем, значит, все хорошо, проходим дальше. Если while больше либо равно нулю, значит, это правда. Отзначит, вводим на экран, введите какое-то число, введите это число и переплюсуйте это число к сумме. И все сначала. Скомпилировали программу, запустили. 5, 6, минус 993. Сумма 11. Итак, обратите внимание, взяли три числа. И хотя третье значение мы вводили в какой-то минус большое, оно сложилось с суммой, получилось минус 9999981, кажется. Но потом, когда мы начали выводить результат, мы вывели сумму минус последнее число, которое мы ввели. А значит, вернули значение обратно. Немножко кривое решение, но если у нас в слове прекращение цикла, это ввод негативного, ввод отрицательного числа, значит, нечего с этим поделать. Итак, цикл do while отличается совсем незначительно. Здесь мы сначала пишем do и условие переносим в конец. У нас в этом цикле введите негативное число для остановки цикла. Мы можем заранее написать while минус 1. Почему можем написать любое число? Потому что, когда пойдет цикл, сначала пользователь введет это число, то есть перезапишет его, потом оно приплюсуется. Например, давайте это продемонстрируем. Вводим какое-то число 5, вводим число 1, вводим число отрицательное и здесь получаем 6. Отлично. В предыдущем примере, если бы я написал вот так, цикл бы не выполнялся ни разу. Все. Потому что условие не выполняется. Идем ко второму значению и проверяем, как у нас работает цикл for. Кстати, если бы мы его не закомментировали, надо было бы обновить переменную сам. Цикл for состоит из трех значений, из трех частей. Первое, это начальные перемены в этом цикле. Обратите внимание, это перемена локальная, она не видна отсюда, например. Из той области, которая находится снаружи цикла. Сейчас я напишу и. Мне скажет, unifier i undefined, пожалуйста, определите. Итак, задали переменную i внутри цикла. Задали условие продолжения работы цикла. Задали и ввели increment i. На самом деле, это необязательные перемены. Можно и написать вот так. Тем более, они в данном условии ничего не влияют. Ни на что не влияют. Итак, мы написали так. Видите, переменная val2 должна быть больше либо равна нуля. Нулю. Здесь она обозначена как ноль. И по такому же принципу. Проверяем, что это работает. Отлично. Итак, если бы мы сказали, я хочу прогнать этот цикл ровно четыре раза. Значит, раз, два, три, четыре. Сумма шесть. Что-то здесь не так. Здесь я написал, что все еще надо вычитать последние значения. Теперь все правильно. Не ленитесь проверять циклы и все программы, которые вы делаете, на каких-то небольших значениях, чтобы можно было пересчитать в уме. Итак, на этом пока что все. Спасибо за внимание. К следующему видео про массивы.